так всем привет сегодня мы будем использовать такую пасхальную картинку давайте начнем я ее наверное опять сделаю на половинке потому что мне удобнее половинки дарить потому что их как бы можно просто я не знаю на них удобнее по моему вот и сейчас секунду так вот поэтому я опять лист поделю пополам свой так вот сейчас примерно так это как бы не обязательно делать вы можете рисовать на целом я просто не хочу рисовать на целом так и и и и и и и и теперь можем нарисовать где будет зайчик сидеть смотрите у него так ноги будут у самого низа потом идет вот так яйцо и потом как бы так я еще нарисую высоту яйца она достаточно большой ну как бы должно быть почти самая большая вещь на листе так и рисую серединку яйца чтоб потом она была ровная и смотрите мы можем сделать любой дизайн не обязательно как здесь поэтому вы сможете потом поменять теперь рисую так вот чуть ниже серединке надо как бы на 1 3 примерно рисую самую широкую часть потом рисую тут по уши уже так и примерно использовать точки но не обязательно потому что мы участвуем что и ты и вот так немного у него формы поправляю чтобы она была красивее пошире немного делаю вот так вот такое яйцо получилось сразу можно стереть то что внутри потому что нам это больше уже не надо вот так дальше теперь надо нарисовать самого зайчика сначала делаем сначала делаем ушки одно ушко почти посередине немного с краю есть надо еще и будем давайте посмотрим и вот вот и вот вот одно вот так вот получается и потом второе на краю как бы прям уже под наклоны и т.д. Вот так. У вас получается? Ребят, получается? Кого-то подождать? Да, кого-то ждал. Или можем уже дальше? Дальше у меня готов. Так. Давайте-то теперь лапки нарисуем. Где-то на середине яйца ставлю такую точку. Потом иду вниз немного. Такое делаю. Сначала делаю такую вот дугу. Сначала удлиненую, потом закругляю ее и захожу на яйцо. Так. И еще так три пальчика как-то. Идем tight. Спасибо. Я камеру- Dracula. Продолжение следует... 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 такой потолще линии вы можете делать любой дизайн как бы то от вас зависит потому что это ваш картинка дальше делаю такую линию волной сейчас она получилась не очень правильно и смотрите все что мы делаем должно быть немного как бы загнута потому что у нас яйцо круглое и нам надо показать что у него как бы есть ширина как мы все линии делаем немного закругленными вот так чтобы показать что у нашего яйца как бы закругленная край объем создать вот так потом делаю так кружочки и потом просто последнюю линию вот так еще я сделал свое лицо я так-то и все остальное уже закончил поэтому искис наверно мы закончили с вами и скоро будем раскрашивать давайте я дам где-то минуту две всем трясовать что я думаю вы еще не готовы и и и и и и и и так тогда давайте сейчас начнем раскрашивать вот так достаю свою акварель и начнем смотрите сам зайчик он белый но у него есть тени но как бы тени даже не обязательно потому что они здесь эта картинка оригинально нарисована на компьютере поэтому как бы здесь не ровно так как у нас получится я подтираю весь карандаш чтобы его не было видно что потом когда я буду рисовать акварелью под ней не было видно карандаш потому что карандаш такой очень толстый акварель тонкая и через нее все видно или мы потом можем ввести чёрным маркером чтобы было красивее ну а давайте тогда потом сделаем беру такую среднюю кисточку наверно да я взяла пятерочку и я сейчас закрашиваю розовым внутри ушей беру такой можно просто размыть красный но можно делать розовым можно немного в него фиолетовый добавить чтобы был бордовый такой вот но я беру и вот так закрашиваю потом по краю надо будет добавить тень вот так и потом делаю то же самое на другой стороне вот так вам делаю крючер умер не громче потом делаю темнее на что такое так делаю немного потемнее добавляю немного побольше фиолетового немного красного и делаю так тень по линии как бы по краю наоборот внутри немного захожу так снизу вот так получается теперь мы потом просто обведем зайчика черным чтобы его было видно то что он белая и а кого кого мы можем белым закрасить его так делаю еще вот розовым вот эти подушки у него на ногах я все таки возьму светло-голубой такой светло-голубой фиолетовый такой цвет и им сделаю тень на зайчики чтобы было немного хотя бы цветами так и закрываю тень на зайчик не страшно просто выключил меня здесь тень Спасибо. 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 И. Спасибо. 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 Вот так продолжаю и потом делаю фиолетовым. просто как бы все цвета можно сказать использую потому что я хочу можете делать как бы 1 1 1 цветовую гамму что такое как бы вы решать вот так делаю и потом закрашивают эту большую часть розовым вот так вот так закрашиваю беру опять желтый потому что мне не хватает его сюрприз делаю утренную линию потом беру оранжевый например делаю вот эти кружочки вот так вот получилось теперь надо чтобы она высохла и потом можно маркером ввести и если у вас нет маркер если у вас нет маркеров то можете обвести либо черный я наверное черной краской не рекомендую но ручкой например или карандашом темным как бы это от вас зависит вот так давайте дам опять минутку одну всем догнать еще и будем делать маркер а а а а а Давайте обводить. Теперь маркер. У меня вот такой в стомке маркер. Вот. Я его буду использовать. Сначала обвожу им все яйцо. Сначала обвожу им все яйцо. Вот так. Потом. Лапка ввожу. Требенхет. 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 Вот так обвожу. Так, вот так. И потом... Сейчас, а, потом делать это могу. Вот так. И потом тоже замодья осветы. Вот так. А, не, обведу вот эти подушки тоже, чтобы было, грубо говоря. Вот так. И, наверное, то, что внутри яйца, я тоже обведу, потому что так получается, что не все однако. Так, вот так. 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 И я, наверное, закончила. Поэтому ставлю подпись вот тут. И это очень красивая открытка, которую можно подарить кому-нибудь на Пасху. Так. 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 закончили к модели я молодец и мир молодец очень красиво у всех очень красиво получилось и у нас тут такая милая картинка получилось который можно подарить на пасу и поэтому давайте прощаться и всем до следующего раза